всем привет дорогие друзья с вами клима вячеслав город киев украина и я рад вас видеть на своем канале и сейчас я хочу продолжить свой рассказ про объектив фикс бюджетный объектив это янгнау или янгно полтинник в просторечии как его называют то есть это фикс 50 миллиметров вы уже видели у меня на канале видео про распаковочку а если не видели то внизу будет ссылочка на это видео в описании и также как обычно будет ссылочка на магазине алиэкспресс где этот объектив был куплен но сразу скажу что в этом обзоре все примеры и сравнения будут в конце где вы сами сможете посмотреть боке там разницу между еще одним полтинником о котором я сейчас вам покажу и вот этим полтинником а сейчас я уже хочу рассказать свое личное впечатление чтобы ответить на самый ваш главный вопрос стоит покупать или не стоит стоит вкладывать деньги или это просто китайский пластиковый хлам место которому но в мусорном ящике я уже провел с ним две съемки и сразу скажу что этот объектив у меня полтинник он не первый до этого именно такой объектив у меня побывал в руках еще один я взял его у товарища попробовать и так уважаемые зрители давайте сразу отвечаю на главный вопрос этот объектив рисует ничуть не хуже чем каноновский полтинник аналогичного качества и аналогичной грубо говоря сборки у него есть свои недостатки то есть какие это недостатки давайте вот сразу становимся на недостатках ну во первых это относительно долгая фокусировка то есть я не могу сказать что она слишком долгая но она явно медленнее чем у того же полтинника 1.8 копией которого является вот этот объектив второе это шум механизма фокусировки при самой фокусировки но с другой стороны вы знаете это даже какая-то креативность то есть вот сейчас я сделаю фокусировку вот слушайте видите то что не смог сфокусироваться сейчас стекло потому что свет искусственно ему тяжело и он прогнал туда-сюда механизм фокусировки и такой звук но я вам скажу вы знаете это даже прикольно то есть отчасти это может быть даже при съемке интересно третье какой недостаток но это опять же как к этому стеклу относиться и как его использовать моего товарища который долго использовал на свадьбах фикс полтинник каноновский он умер где-то через год то есть стал ошибаться механизм автофокуса если уважаемые зрители вот это стекло вам прослужит столько же она себя купит по кругу но я не знаю сколько раз врать я не буду я не использовал этот объектив долго и в общем то не собираюсь использовать потому что у меня уже вопрос полтинника в общем-то давно решен но я так думаю что даже если вот год он проработает то он себя купит там чуть ли не с 500 процентной окупаемостью в общем вердикт уважаемые зрители если у вас мало денег либо если у вас есть вторая камера которая вы носите на свадьбу или на фотосессии с девочками какой-то запасной и вам туда нужен какой-то фикс не обязательно как бы элевского качества и так далее то вы вполне можете купить этот объектив и результат с этим объективом будет вполне приемлемым вот мой вердикт если у меня допустим есть свободная штука баксов то разумеется я это стекло не куплю я куплю что-то покруче если же у меня есть извините пожалуйста грубо 300 баксов и я думаю что мне купить то ли там бушную сигму 1 и 4 то ли вот это стекло и оставить еще там 240 баксов на что-то другое то конечно однозначно выбор будет вот за этим стеклом но еще что мне нравится именно в этой комплектации объектива где покупал его я это наличие бленда я уже об этом говорил в распаковочке еще раз скажу почему потому что ну все таки размер имеет значение перефразируя внешний вид частично имеет значение то есть бленда на объективе во первых смотрится хорошо она явно улучшает его внешний вид вот то есть вы можете сейчас вот посмотреть видите у меня 5d mark 2 еще с объективом то есть он вполне отлично смотрится и не стыдно выйти куда-то на фотосессию ну и тем более по моему опыту а сколько я уже провел свадеб и фотосессии ну наверное пересчитать то сложно мало кто из клиентов спрашивает а какой у тебя объектив сигма или может быть canon или может быть nikon единственное что они как правило знают это canon и nikon ну и сейчас еще gopro и коптер dji phantom в принципе все поэтому можно даже спокойно не стесняясь выходить он отлично вот смотрится я думаю что вам никто слова в общем-то не скажет против этого объектива и вы сэкономите кучу денег ну и давайте теперь вот я положу камерку с ягнао и покажу вот этот объектив это объектив сигма 1 и 4 с девятью лепестками этот объектив у меня уже достаточно давно и отснято на него достаточно много и уважаемые зрители стоит он сейчас от 500 долларов когда-то я его купил за эти деньги сейчас уже есть новые версии этого объектива но мне эта версия очень нравится она служит мне верой и правдой разумеется конечно она лучше чем вот это янгно безусловно но сравните 500 баксов и грубо говоря 52 доллара сколько этот объектив стоит на алиэкспрессе в этой комплектации то есть я имею ввиду с блендой там еще пару плюшек было в комплекте чехольчик для переноски был и почувствуете разницу то есть вот этим объективом можно вполне рисовать вполне отличные картинки и можно даже купить два один сломается второй нацепил и не жалко пошел конечно я уже менять не буду то есть это сигма у меня отлично работает ну а вот если в вашем случае необходим как я уже говорил второй объектив на какую-то вторую камеру либо вы ограничены купить купили какую-то кропнутую зеркалочку каноновскую там недорогое вам нужно стекло которое дешевое но хорошо рисует именно вот это ваш выбор вот такие дела ну что ж уважаемые зрители сейчас я с вами прощаюсь не забывайте подписаться на мой канал отвечаю сразу на вопрос почему у меня борода потому что вы знаете уже начали спрашивать уважаемые зрители это не из-за того что у меня нет денег на бритву честно я вам скажу признаюсь я участвую сейчас в съемочках и по съемочкам я должен играть роль такого взрослого ну знаете опустившегося менеджера у которого нет денег кризис шоколадки рашин закончились все дорожает вай-вай-вай и борода все плохо и мне пришлось отрастить бороду чего честно я терпеть не могу еще со времен средней азии не люблю я как бы бороду вот так но приходится вот такие дела ну что ж смотрите сейчас на тесты я сделаю несколько тестов с объективом янгно и сделаю несколько тестов с объективом сигма 51.4 выбирайте покупайте если хотите ссылочка напоминаю внизу под видео в описании и еще раз всего всего самого хорошего вот так вот а Субтитры создавал DimaTorzok